Добрый день! Всегда с молитвой в душе и на устах мы продолжаем изучение книги Шофтим, книги Судей. И хотелось бы, конечно, проникнуть в суть вещей, а не просто идти по тексту. И та тема, которая может быть сегодня для нас главная, это тема идентификации, самоидентификации. Безусловно, когда народ попадает в другую землю, приходит из знания, он ищет ответ на вопрос, кто я, кому я больше принадлежу. Я тот, кто вышел из Египта, и у меня есть какие-то египетские корни. Мы понимаем, что много из египетской культуры принесли с собой, несмотря на 40 лет блуждания во пустыне, и несмотря на дарование Торы у горы Сина, и о чем свидетельствует изготовление золотого тельца на 40-й день после дарования Торы. Если вы помните, мы с вами говорили, что около жертвенника на горе Иваль было найдено изображение на небольшом камне, который, видимо, кто-то принес с собой в кармане, такой жук-скоробей, которому мы поклонялись в Египте. Может быть, ему и не поклонялись, но, тем не менее, и представления египтян о мире не были до конца изжиты. И человек спрашивает себя, как я смотрю на мир, с кем я идентифицируюсь больше, с египтянами, а, может быть, с тем народом, к которому я пришел. И здесь задача очень трудная, Торы, сформировать новый народ с новыми, отличными от всех окружающих представлениями, образом жизни, отношения к семье, отношения к человеческой жизни. Эта задача не такая простая. Мы с вами можем увидеть аналогию процессов, которые происходили при возвращении Земли, и особенно после завоевания Земли, после смерти Яшуа, когда мы видим пропало единое руководство, процессы самоидентификации. И, казалось бы, все очень просто. Но вот представим себе 20-е годы прошлого века первую алию, вторую алию, когда возвращается сюда интеллигенция, которая ищет какие-то духовные пути, и возникает серьезнейший спор, кто мы такие. Мы продолжатели той традиции, которая была в Галуте, в изгнании. Безусловно, это касается больше нерелигиозной группы людей, но, тем не менее, мы говорим обо всем народе, не можем исключить кого-то. И вот, скажем, те люди, которые в той или иной степени оторваны от религии, они начинают искать себя. И возникают, скажем, разные движения, духовные, культурные. Скажем, лидером одного направления является Хаим Нахман Бялик. Он считает, что мы по своей традиции принадлежим тому народу, который жил здесь всегда. То есть мы сыновья Израиля. И в плане культурном мы должны продолжать эту традицию. Это сквозит во всех его стихах, во всех его творчестве. Есть у него противник Шленский, который не хочет ничего общего со старым и старается построить новую литературу и переводит на иврит и Пушкина, и немецкие сказки Уцли-Гуцли. И мы видим здесь настоящую духовную борьбу, самоопределение. В те же 20-е годы возникает, может быть, для нас неожиданно, движение в Израиле, которое называется Канаани. Мы сюда вернулись, вот мы строим кибуцы. И кто мы такие? И вдруг часть людей, которые хотят оторваться от прошлого, оторваться от еврейской традиции, то есть не то, чтобы как бы, скажем, специально оторваться от еврейской традиции, от всего того, что происходило в Галуте, от того, что происходило в изгнании, оторваться, в том числе и в культурном плане, и в плане самоидентификации. Вот появляется движение, которое принадлежащее ему, говорят, что мы Канаани. Характерным таким, скажем, явлением этого движения является статуя, статуя Дацига, которая называется Немрод. Немрод, может быть, он не ханаанский царь, это неважно, но он принадлежит этому движению Дациг к движению Канаани, и он хочет дать образ человека, никоим образом не связанного с еврейской культурой, и более того, не связанного с духовным учением Авраама. Это Немрод, это охотник, который противостоит Аврааму, и Дациг хочет ассоциироваться с ним, идентифицироваться с Немродом, а не с Авраамом. Это, конечно, выглядит все, на мой взгляд, ужасно, но мы говорим только об этом для того, чтобы представить себе, что народ, который возвращается на свою землю из изгнания, и это не первое поколение, которое ушло в изгнание, а далекие потомки тех, кто ушел в изгнание, этот народ начинает искать себя и искать эту точку опоры или те культурные корни, с которыми он хочет ассоциироваться. Вот такое отталкивание от Галута, от того всего, что было в изгнании, приводит к таким, на мой взгляд, очень уродливым формам. Можно представить, что это, скажем, духовные искания каких-то отдельных людей, но нет. Вы смотрите на картину одного из кибуцев, 20-е годы, и здесь статуя похожа на статую Дацига, тот же самый Немрод в некотором варианте, стоит прямо, скажем, в таком культурном клубе Кибуца, на открытом месте, символизируя, провозглашая на всю округу, что мы ничего общего, не имеем с еврейской традицией, мы канаане, мы те, кто ищет свои корни в культурном наследии, тех народов, которые жили здесь, на земле, до прихода сыновей Израиля. Все это говорю для того, чтобы представить себе те процессы, которые происходят с народом, народом, оказавшимся в новых условиях, в новой земле, в новом окружении. И здесь необходимо сильнейшее влияние руководителей народа, мудрецов, торы, для того, чтобы предотвратить такое культурное расползание, сползание в сторону окружающих народов, в сторону культуры, если так позволительно сказать, или для древнего времени больше в сторону верований, той земле, на которой оказался народ. Здесь я для вас перевел отрывок из замечательного комментария Датсу Фрим Рава Рабиновича, и комментарий, который был создан примерно 60 лет назад. И я хотел бы его вместе с вами прочитать, может быть, и обсудить. Земля была дана сыновьям Израиля, чтобы овладеть ей и обрабатывать ее. Но была еще одна обязанность сверх этих двух, то есть сверх овладения и обработки землей, преобразовать ее так, чтобы было понятно, что в мире есть только один властитель. И нужно сказать, что сыновья Израиля, которые вошли в землю Канаан под предварительством Яшуа, они прекрасно понимали свое превосходство в культурном, моральном, духовном плане над окружающими народами. Они еще хранили в своей душе, в своей среде понятие о том, что они должны преобразовать не только землю Канаан, но и повлиять на весь мир, по крайней мере, на все окружающие народы. А постепенно это чувство такого гордого и справедливого превосходства в духовном плане, оно постепенно начало исчезать. Чем большими трудностями сталкивались сыновья Израиля, тем больше это чувство превосходства духовного, оно притуплялось. Превратить каждый уголок святая в святых и вести там возвышенную жизнь в чистоте дел и мыслей. Овладеть Торой так, чтобы она была на устах у всех и также усвоить разъяснение к ней, чтобы слова Торы были ясными. Нужно представлять себе, мы неоднократно об этом говорили, что идолопоклонство, оно страшно не только тем, что человек молится, воскуряет, приносит жертвы каким-то вымышленным совершенно образом, который существует только в его голове, в его воображении. Дело не только в этом. Любое идолопоклонство, как мы понимаем, оно связано с обесцениванием человеческой жизни, с развратом, разрушением понятия высокой любви, с унижением человека и узакониванием рабства, дискриминации, понятия, понятия «каждый создан по образу и подобию», оно в идолопоклонстве нивелируется, его там не существует. И то есть идолопоклонство несет с собой не только неверные представления о мире, но и неверные представления о месте человека в этом мире и моральное и нравственное разрушение для Древнего мира тотальное, тотальное. Скажем, да, можем представить себе, скажем, да, что наши мудрецы, наши мудрецы говорят о том, что если говорить о культе, который существовал среди кананских племен, наиболее распространенный культ Бааля. Бааля – это хозяин, хозяин места божества дождя, да, и у него была супруга Ашторит, или Астарта, как стали говорить в более позднем варианте. Так Ашторит была богиней жизненных сил, которые даются животному миру. Баалян дает дождь, рожает всю землю, а Ашторит дает жизненные силы животному миру. Их изображали, Бааля изображали в образе мужского органа, А Ашторит изображали в образе женского органа. И служили им часто развратом. Особенно поклонение Баалю было разного характера и разных форм. Там существовал Бааль такой, Бааль такой. У каждого места был свой Бааль хозяин, Бааль Хацор был известен. Но, как мы помним, еще в Торе упоминается Бааль Пиор, божество Мааба. Это божество просто разврата и неприкрытого совершенно. И ему служили, совершая перед ним бесстыдные действия. То есть мы представляем, что даже если народ не пускает свою среду идолопоклонства полностью, даже если он не поклоняется изображениям, кстати, Баалям приносили человеческие жертвы, мы должны упомянуть, как это говорится в Еремиягу, в 19 главе мы можем это увидеть в пророке Еремиягу. Даже человек, если он не пускает в свою среду вот все эти ужасные обычаи, одно только проживание, одно только соотношение с этими божествами, оно уже катастрофически понижает моральный уровень, говорят, говорят горе злодею и горе его соседу. Почему горе его соседу? Потому что он вольно или невольно, он проникается представлениями, на него влияют дела соседа. Это катастрофическое положение, которое создается, когда не истребляют идолопоклонства. И многие другие моменты. Недаром Тора, отдельный запрет Тора говорит, не изучай и не расследуй, как поклоняются божествам. Если ты скажешь, как служили эти народы, этим божествам, вдруг, допустим, такая ситуация, что идолопоклонство истреблено, или, по крайней мере, как бы подавлено, не существует на поверхности, вдруг ты можешь сказать себе, я хочу понять, вот как они служили, а вот что же там было, а вот их музыка, вот, скажем, а вот их идеи, как же они возбуждали человека. Может быть, что-то я могу возвысить и использовать для своей жизни. Тора говорит, не исследуй и не ищи. Там только грязь. Только грязь. И если даже там есть какие-то высокие идеи, они настолько применены с грязью, что ты не сможешь это преодолеть. Если даже ты тоже что-то там выучишь, что к тебе налипнет столько грязи, что это не имело смысла расследовать, как они служили своим божествам, для того, чтобы вот что-то взять из их идолопоконства. Вот. И необходимо было овладеть Торой, так, чтобы она была на устах у всех, так же усвоить разъяснение к ней, чтобы слова Торы были ясными. Это не было сделано в достаточной степени. Народ рассеялся по территории, и многие оказались в местах уединенных, в горах и долинах. Это повлекло за собой отрыв народа от его глав и мудрецов. Земледельцы не могли так просто оставить свою работу и прийти на несколько дней к мудрецам. В таких условиях мудрецы должны были бы приложить все усилия, посвятить все свое время для того, чтобы обходить отдельные места и там собирать и учить народ. Они должны были оставить в стороне и свое достоинство, и свои личные дела, речь о мудрецах, и места, где они изучали Тору и передавали традицию от учителя к ученику. Им следовало обходить все селения. Один день они могли уделить Хеврону, один день Бейтелю, и таким образом привести в порядок представление народа о мире и установить определенный порядок духовной жизни. Но это не было сделано. Одна из причин, не может быть ни и не самая главная, но одна из причин – ошибочная оценка сил народа. Казалось, что сыновья Израиля смогут сами установить порядок, направленный на достижение блага и утверждения справедливости. А те, кто не будут знать, как поступить, непременно придут к мудрецам и спросят их, и выучат, как исполнять заповеди, и будут придерживаться их. С того момента, когда был установлен мешкан в шило, должны были приходить на праздники, а также в будние дни для того, чтобы принести десятую часть от урожая для когенов и левитов. И казалось, что в каждом месте должны были бы установить свой порядок посещения шило. То есть в каждом селении должны были бы решить, когда они приходят в шило. Все вместе, допустим. И тому, что мудрецы и каены не стали устанавливать порядок, опираясь на власть, или не стали обращаться к народу с постоянными призывами исполнить заповеди, приходить в мешкан, есть некоторое оправдание. Предпочтительным является соблюдение бездавления по собственному желанию и стремлению. Самый лучший порядок – тот, который устанавливается по зову сердца, по собственному желанию, на основе той ответственности, которая существует в каждой семье. Если она, конечно, существует. Привязанность к мудрецам Торы должна была бы быть из трепета перед авторитетом, перед источником знания и силой праведности, а не из-за боязни наказания. Но только когда судьи устанавливают определенный порядок, как нам расскажет часть вторая глава, к которой мы обратимся, сыновья Израиля становились на верный путь. Конечно, не только из страха наказания, но организующего начало ощущения существующего общего порядка не хватало в те времена, когда не было судей. То есть, судьи вставали над народом определенный период, а потом наступал период, когда не было судей. Мы сейчас поговорим о том, кто такой судья и так далее, вспомним то, что, может быть, мы не сказали сначала. Когда говорится о причинах неудач, прежде всего подчеркивается рассеянность народа. Требовались новые методы и системы управления народом, которые не были выработаны. Те методы, которые были эффективны, когда все вместе находились в одном лагере, стали неэффективны. Новые формы управления народом, способные обвинить его, были установлены только, когда появился пророк Шмуэль, почти через 300 лет, 300 лет плюс по отношению к тому времени, о котором мы сейчас с вами говорим. Вот. И, ну, надеюсь, что, вот, надеюсь, что мы с вами как-то немножко этот момент усвоили. И вот мы откроем с вами текст, который нам подтвердит вот эти соображения из комментариев, от Суфрим. И мы тут попробуем что-то еще с вами и углубить. Да. И взошел посланник Бога из Гилгаля в Бохим, место Бохим. То, что здесь происходит в начале второй главы, не имеет как бы хронологической привязки, или точнее это не происходит еще ни при жизни Яшуа, ни сразу после после ухода из жизни Яшуа, и даже не сразу после ухода из жизни старейшин проходит какое-то время. Эта глава переставила как бы события для того, чтобы нам сразу вышли не проблему и дать общий взгляд на те проблемы, которые очень быстро развились в среде сыновей Израиля. Посланник Бога, о котором здесь речь идет, с авритом можно было перевести ангел, но здесь специально посланник, потому что это не ангел, а человек. Ангел и посланник это одно и то же слово на иврите, можно перевести и так, и так. Это человек, человек может быть очень похожий на ангела, однако не ангел, это Пенхаз, Пенхаз, сын Элиазара, с которым Всевышний заключил союз мира, союз вечный. После ухода из жизни отца Пенхаз становится первосвященником и служит в храме. Поскольку нету определенного такого авторитета, судьи, то в один момент Пенхаз берет на себя руководство. Этот момент очень критический, очень неприятный. Он написан в конце книги Шофтим. Это он происходит, кстати, не в конце эпохи Шофтим, не в конце эпохи судей, а довольно в ранний период после смерти Гошуи, после смерти старейшин. Мы видим с вами в рассказе, который приводится в книге Шофтим, в котором безусловно вернемся, насилие, отвратительное насилие, которое совершается в Гива в колене Беньямина, и когда колено Беньямина отказывается выдать преступников, народ выходит на войну против колена Беньямина. Эту войну возглавляет Пенхаз. Война, скажем, она понятная, как бы, с одной стороны, за утверждение моральных норм недопустимо, чтобы в народе уже в такой степени настолько откровенно выражались обычаи и правила поведения народов мира, превращающиеся уже и в разрад, и в жестокость, необходимо было положить этому конец. Однако междоусобная война с коленом Беньямина, которая привела почти полностью к истреблению колена Беньямина, она была ужасной, и непонятно достигла ли она своих целей и нельзя ли было решить вопрос каким-то другим образом. Когда Пенхаз увидел свою ошибку или, по крайней мере, увидел, что он не исчерпал все возможности, которые были для того, чтобы решить этот вопрос по-другому оставлять его, нельзя было таким образом открытым просто, но его нужно было решить. Когда он увидел, что он, может быть, не исчерпал все возможности, он обвинил себя в этой междоусобной войне и решил, что он не достоин быть ни первосвященником, ни руководителем народа, ушел и жил в одиночестве или в окружении большого числа людей, жил в Гилгале. И если мы знаем эту информацию, представляем себе, что этот посланник это Пенхаз, и представляем, почему он идет из Гилгаля, а почему он не находится в Шило, там, где следовало находиться первосвященнику, то мы можем определиться и со временем. Это не самый начальный период эпохи Судей, это уже некоторое его развитие. Возьмем примерно 50-60 лет после начала эпохи Судей, где-нибудь 30-40 лет после смерти Ивашуа, примерно вот такие оценки. видимо здесь не указано время, потому что пророк Шмуэль, который составлял эту книгу, не счел это важным. Здесь даются общие идеи, которые в обращении Пенхаза настолько общие идеи, что не обязательно их привязывать к какому-то времени. И вот зашел посланник Боба Пенхаза из Гилгаля в Бухим, место плача. И это место плача, о котором говорится, это может быть только место шило, там, где стоял мешкан, и там, где приносили жертву Всевышнему. мы это можем доказать из самого же текста, если мы с вами заглянем вот сюда в пятое предложение, в пятое стих, то мы увидим, что здесь принесли там жертвы Богу. После того, как был поставлен мешкан, жертвы в шило был поставлен мешкан, жертвы запрещалось приносить в каком-либо другом месте. Значит, послание приходит в шило, он не предупреждает никого, не посылает каких-то гонцов с шафарами для того, чтобы объявить общее собрание, значит, он приходит в какой-то день, когда есть общее собрание в шило само по себе, многочисленное, не многочисленное, там достаточно народа, чтобы они стали свидетелями его речи и так сказать, распространили его слова по всем коленам. Это один из праздников в шило, везло, туда не приходят все колена, но достаточное число народа, чтобы к ним обратиться, приходит в шило, то есть это место, которое впоследствии было названо Бохим, местом плача, это шило, и сказал посланник, теперь мы понимаем, кто этот посланник, где он обращается к народу, мы можем представить себе обстановку и даже очень живо представить себе картину, когда появляется Пенхас, человек совершенно необычный, с которым Всевышний заключил союз такой вообще вечной как бы жизни, он действительно похож на ангела, и вот он приходит из Гилгаля, поднимается в шило, когда люди замечают его издалека, как можно представить себе, они заранее расступаются, чтобы дать ему место, он приходит на возвышенное место, и человек, опять же, похожий на ангела, говорит слова, которые никто не ожидал от него услышать, и сказал, я, говорит посланец от имени Бога, вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, и сказал, не нарушу я завета моего с вами вовек. Интересно, что если в Торе постоянно повторяется заповедь вспоминать о выходе из Египта, то здесь говорится, я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим. Естественно, что и в происходе из Египта, и у горы Синай, еще невозможно было говорить о даровании земли, в том смысле, что Всевышний отдал эту землю в вашей руки, но теперь после периода Яшуа, после начального периода заселения земли, каждый должен был себе представить, что Всевышний не только вывел из Египта, но он и даровал эту землю, о которой он клялся отцам. То есть все, конечно, перед нами стоит уже поколение, которое своими глазами не видело чудеса завоевания земли, не видело раступившийся Ярден, не видело падения стен Ерехо, не видело тех молниеноских побед, которые одерживал Яшуа, но тем не менее, тем не менее, должны были знать об этом, должны были рассказывать им их воспитывать, их родители, не только на примере выхода из Египта, это самому себе обязательно, но и на примере того, то есть рассказывать о Всевышнем, о Его Силе, о Его союзе с народом, о Его постоянной поддержке народа, на примере тех чудес, которые произошли при завоевании земли, и по всей видимости, этого не было сделано, этого не было сделано, то есть послание приходит с этим напоминанием, вы забыли те истории, которые, те истории, истории от слова истории, то, что действительно происходило, да, вот, мы можем представить себе опять же эту проблему, когда Тора не передается из поколения поколения и не подчеркиваются те свидетельства божественного присутствия его связи с народом и действительно выражения в действительности того союза, который Всевышний заключил народом, этого нету, да, и что начинают люди делать в таких условиях? Они начинают рассказывать сказки, рассказывать сказки, какие сказки окружающих народов, они, может быть, их сами не верят, но, как бы, вечером, в долгие вечера, или когда ребенок ложится спать, ему что-то нужно рассказать, так вот, вместо того, чтобы рассказывать что-то из Торы о том, как Всевышний вывел из Египта, и о том, как он отдал нашим отцам землю, они рассказывают, что вот, да, вот местные народы, они рассказывают такие сказки, вот о Баале, о хозяине этого места, он распоряжается тут, и он иногда проходит и смотрит, и там дает дождь, и там не дает дождь, вот, а еще у него есть жена Аштарта, как бы, и, как говорят, и пошло, и поехала чужая культура, да, как говорят, опять же, свято место пусто не бывает, чужая культура начинает заполнять вакуум, это происходит очень постепенно, да, но всякое место, где нету Торы, где нету памяти о выходе из Египта и земли, там входит представление, представление идолопоклонников, да, вот, не нарушу я завета моего с вами вовек, да, можно представить себе, не дай Бог, что вам происходило, если бы мы воспитывали своих детей на сказках народов мира, вот, скажем, на русских народных сказках, если бы мы на ночь читали про Бабу-Ягу и Кащея Бессмертного, какие бы представления о мире формировались у наших детей, да, вот, не нарушу я завету моего с вами вовек, да, несмотря на то, что вы забыли о том, что я вывел вас из Египта, несмотря на то, что вы забыли о том, что я отдал землю вам, я свой завет, говорит Всевышний с вами, не нарушу, да, я буду продолжать вести вас по тропам истории, я буду и защищать вас, и наказывать, и учить, да, вот, я свой завет не нарушу, да, и вы не заключаете союза с жителями земли этой, да, как Всевышний сказал, как бы, это, продолжаются слова, посланника от имени Всевышнего, жертвенники их разрушьте, да, но вы не послушали глаза моего, что вы сделали, здесь подчеркивается, не заключайте союза с жителями земли, это, и мы понимаем, насколько это ужасно, да, никакие договоры нельзя заключать, да, есть только единственная, единственная форма, это заставить их отказаться от идолопоклонства, запретить им осквернять имя, имя Всевышнего, отказаться от всех своих барбарских обычаев, от принесения человеческих жертв, от неприкрытого, неприкрытого разврата, и только в этом случае они могут остаться жить рядом с вами, да, все остальное как бы, да, это называется, пророк называет заключение союза, вы наложили на них дань, очень хорошо, они платят вам дань, они находятся в подчиненном положении, но культуры свои, обычаи своих, они не оставили, да, это плохо и как плохо с точки зрения и исполнения заповедей, плохо с того, не исполнения заповедей, истребительного поклонства в земле Израиля, это и плохо то, что это влияет на вас, да, сказал вам Всевышний говорит, жертвенники разрушьте, не заключайте союза и разрушьте их жертвенники, но вы не послушали гласа моего, и что значит разрушить жертвенники, понятно, что здесь очень коротко, да, говорится и дается какая-то картина неразвернута, разрушить, разрушить, разрушить жертвенники, это опять же, разрушить жертвенники, это разрушить и память о божествах, и уничтожить, и уничтожить как бы любое уважение, уважение к ним, да, и уничтожить и какие-то рассказы и сказки постоянные у них, которые будут возникать каждый раз, когда вы будете проходить мимо их жертвенников, вы будете их видеть, даже если на них не приносится жертв, жертв, в честь кого поставлен этот жертвенник, он в честь Бааля поставлен был, когда-то здесь приносили человеческие жертвы, и еще несколько сказок про Бааля, как он ходит по земле, как он гремит громом на небе, этого не должно быть, это должно быть полностью убрано, да, насколько это важно, разрушить чужие жертвенники, да, и естественные изображения, которые возле этих жертвенников, я хотел проорегистрировать вам с вашего разрешения на примере, да, ну вот немножко отступая назад, мы можем представить себе, как выглядели Баали, это камни из Ливанона, в общем-то тот же район, который находится в Парижском музее, здесь изображен Бааль, как некоторый сильный воин, который проходит по земле и властвует, он и громовержит, он и дает дождь и так далее, да, вот такое изображение, изображение этих Баалов были везде, и в домах, небольшая статуэтка из бронзы, то есть, и все, естественно, все это сопровождалось рассказами и представлением об управлениях, об управлениях силы природы, об управлениях миром некоторых, скажем, духов, которые стоят за силами природы, вот важность истребления, уничтожения, уничтожения, так сказать, жертвенников или памятников, я хотел вам приористрировать на примере того, что происходило в, скажем, в период перестройки или поздний период перестройки, вот мы здесь с вами видим, с вами видим статую Дзержинского, который снимает с ее постамента, я, честно говоря, еще когда не было перестройки, может быть, только-только как-то отдаленно можно было догадаться, что произойдет, я мечтал увидеть площадь Дзержинского без Дзержинского, вот здесь осуществление моей мечты, но это в скобках и в шутку, но здесь можно представить, что пока эта статуя стоит, даже когда уже развенчан, как бы развенчаны все мифы о служении каким-то идеалам, о холодной голове и как там чистом сердце или чистых руках, я точно не помню, даже когда все эти мифы развенчаны, у нас статуя стоит на своем месте, она продолжает влиять, она продолжает влиять, и поэтому по всей видимости очень важно было разрушить жертвенники, да, вот еще один пример, мы видим, что, скажем, да, вот в пост, на постсоветском пространстве очень серьезно, так сказать, отнеслись к этой заповеди уничтожения жертвенников, памятников, да, вот просто как отказ от идеи прошлого стереть, стереть его, да, иначе оно будет продолжать, продолжать влиять, да, вот, скажем, да, вот, вернемся к нашему тексту, да, жертвенники их, жертвенники их разрушьте, не разрушили, да, проходили мимо этих жертвенников, да, и, естественно, и те, которые были на завоеванной территории, и уж не говоря о тех жертвенниках, Баалю, которые остались на территории, на территории канадских племен, и там продолжали служить Баалу, да, но вы не послушали глаза моего, что это вы сделали, это вопрос потрясающий, колоссальный, понимаете, не было никаких причин на это, что вы сделали, зачем вам это нужно было, какой, какой рациональный, рациональное зерно есть в том, что вы наделали, что же вы не могли представить себе последствия необратимые того, что вы оставите эту культуру, так сказать, в живых, влияние этой культуры на ваших детях, чем ее теперь вытравливать, где тот антибиотик, которым можно это сразу вытравить, что это вы сделали, зачем, какие были причины, все, не дал вам силу, вы могли идти очистить всю землю от этого поклонства и от памяти этого поклонства, нет, вы это не сделали, да, и поэтому говорю и я, не прогоню их от вас, и будут они для вас тенетами, и божества их будут для вас западнею, да, ниже Всевышний скажет нам, да, вот, что он оставляет, он оставляет эти божества, он оставляет эти народы в наказание, да, вот, чтобы испытывать ими сыновей Израиля, станут ли они держаться пути Бога и ходить по Нему, как держались их отцы или нет, то есть эти народы Всевышний оставляет, говорит, я не прогоню их, да, и оставил Бог народа эти, не изгнал их сразу, не предал их в руки Яшуа, то есть еще в война Яшуа уже наметилась эта проблема, и, как бы, да, поэтому не было вот такого просто полного, тотального, чудесного, полного, тотального, чудесного загугания, зачем, да, вот я оставлю их вас как испытание для вас, ну, это момент очень, момент очень сложный, да, и испытание, и наказание, здесь, как бы, они не переплетаются вместе, да, испытание, скажем, наказание, понятно, да, невозможно от этого уже избавиться, это тебя преследует, и ты хочешь, да, и хочешь как-то уже, может быть, и избавиться от этих народов, ты не можешь сразу, и ты не можешь, их влияние, и культуру, вытравить из себя сразу, да, это, понятно, это наказание, вот испытание, в чем же здесь испытание, тоже несколько понятно, да, что, сможете ли вы, придет ли к такой момент, когда, проживая бок о бок с ними, вы все-таки почувствуете отвращение к тому, что они делают, вот это испытание, или вы примете, скажем, их позицию, в каком плане, надо сказать, что, да, что сыновья Израиля, как необходимо подчеркнуть, да, они все-таки не поклонялись Баалу в такой форме, как поклонялись окружающие народы, человеческие жертвоприношения не приносились, может быть, где-то в поздний период царей, да, о котором мы будем говорить в дальнейшем, но здесь, если взять эпоху судей, безусловно, человеческие жертвы не приносились, оргии развратные в честь божеств не устраивались, да, и в основном даже поклонение изображениям, то оно, если оно и было, оно было крайне редким, в основном это были, это были идеи, такое интеллектуальное, скажем, представление, постижение, постижение мира, да, сложнейшие процессы, осмысление того, что происходит вокруг тебя, да, вот ты уже не чувствуешь, не ощущаешь такой щены божественного в присутствии, как было раньше, да, а может быть, Всевышний оставил, отошел, может быть, он передал в руки ангела, ангел, он как-то отождествляется уже с этим Баалем, хозяином места, да, а вот Всевышний говорил Маше, что я не не введу в отце сам в землю, я пошлю перед собою, пошлю перед собою ангела, может быть, это так, может быть, можно поклоняться, может быть, следует поклоняться ангелу, потому что он ближе к нам, ангел, он и отождествляется с Баалем, вот это то, что как бы засоряло голову, но не совсем, скажем, или совсем не доходило еще до самых ужасных, до самых ужасных моментов, да, вот, и конечно, конечно, эти представления, то, что Всевышний отдалился, то, что есть силы природы, которым следует служить, которым он отдал управление в руки, все это разрушало людей, все это разрушало их нравственный, моральный, моральный уровень, да, нужно сказать, отметить еще, нужно отметить еще один момент, да, очень сильный, скажем, да, мы, скажем, представляем себе, что законом, законом запрещены, в общем-то, любые отношения с, скажем, ну, женщинами, кроме как, кроме как в, между супругами, да, это не, это не сразу было, это не сразу было так, да, это, сражающий запрет был введен в период хашманаев, да, а вот когда мы входим в землю, здесь у нас нету неточных ограничений, границ, что такое есть идулбаконство, что такое не есть идулбаконство, что можно делать, а что нельзя делать, да, а вот, скажем, да, предметы, кувшины, которые изображают Аштарту в таком, скажем, вызывающе обнаженном виде, вот такой кувшин можно держать в доме или нельзя держать в доме, не было этих правил описанных, да, точно так же отношения с женщинами из других народов, они не были запрещены законом Торы, Тор вообще не запрещает все, она надеется на то, что люди сами найдут правильный путь, она только указывает какие-то направления и надеется, что люди сами найдут правильный путь без таких жестких указаний часто, так вот, отношения с женщинами из других народов не были запрещены и это стало тоже большим таким, скажем, да, большой или важнейшей причиной спотыкания и сближения с народами и общения с ними и культурного общения, скажем, да, и вот, скажем, да, и вплоть до того, что в Гемаре у нас в трактате Сан-Иды на 63-м листе говорится, что никогда сыновья Израиля не служили идолам, да, а только только ради разврата, прежде всего это относится к эпохе и эпохе Судей, когда сыновья Израиля, так же, как и в долине Шетим на границе земли Израиля, когда еще был жив Маше, потянулись за женщинами Маава и женщинами Медьян, это тоже стало одной из сильнейших причин снижения с народами и культурного общения, и мы понимаем, что кто-то из народов хотел сделать геюры для того, чтобы выйти замуж за сыновей Израиля, но тем не менее, тем не менее, в Торе есть запрет, не бери в жены из народов этих, что имеется в виду, запрет-то относится не просто к женам, не просто, не дай бог, к разврату с этими женщинами, а запрет относится к тем женщинам, которые делают геюр, но они не оставляют своей традиции, своего, скажем, своих привычек, своих представлений о мире, этот геюр оказывается формальным, и такие женщины могут воспитать, не приведи Господь, целое поколение детей, которые живут с представлениями об идолах. Вот, и мы смотрим, да, и вот, когда говорил посланник Бога, да, и поэтому говорю я, и не прогоню их от вас, мы представили себе более-менее проблему, и не будут они для вас тенетами, и божества их будут для вас западнею, да, это испытание, вот, когда вы все-таки, да, в какой-то момент скажете, да, ну, неужели вот эти вот представления о мире, они приводят к тому, что приносятся человеческие жертвы, они приводят к разрушению семьи, к разврату, зачем нам это нужно, произойдет этот момент или не произойдет этот момент, вот оно испытание, наказание и испытание, да, и вот, когда говорил посланник Бога, эти слова всем сыновьям Израиля завопил народ и заплакал, да, вместо боги им плачет, народ заплакал, когда плачут, когда нету выхода, надо было бы раскаяться, сказать, мы больше не будем, не только больше не будем, исправим, но как сейчас исправить-то все это, да, все вычистить, все те представления о божествах из головы, вы проследите с тем, чтобы никто не ходил к этим женщинам из Канаана не поддерживал с ним отношения, чтобы ги-юры, если они делаются, чтобы они делались на чистой основе, как это сделать, это невозможно, плачут, не знают, как выйти из этой ситуации, из этого, так сказать, проникшего повсюду культурного влияния, да, и нарекли этому месту имя Бухим, плача, да, вот, это место, название это не устоялось, потому что мы понимаем, что действие происходит, событие происходит в Шило, и как-то не хотелось бы, чтобы Шило стало на всю жизнь Бухим, или, по крайней мере, так уж история определила, что Шило осталось Шило и не стало местом Бухим, не стало местом плача, да, и принесли там жертвы Богу, да, и вот ведь что, понимаете, интересно, жертва приносится, жертва принимается, когда есть, когда есть раскаяние, а раскаяние предполагает четкое решение, предполагает четкое решение не возвращаться к старым делам, а здесь мы видим, нет такой возможности, мы не можем исправить, поэтому, и тот же, отца Фрим отмечает особенности этой жертвы, это жертва, как бы, просьба у милости не применять меру строгого суда, а мы постепенно, мы попробуем исправить то, что мы, то, что мы можем исправить, да, то, что мы можем исправить, то есть это необычная жертва раскаяния, когда человек все, отбрасывает старое, да, и говорит, я к нему не вернусь, да, здесь просто как бы мы готовы, мы рады бы отбросить старое, будет принята такая жертва, не будет, неизвестно, но люди, по крайней мере, они обращаются к Богу с просьбой о милости о том, чтобы не было применено мера строгого суда, да, вот, я вижу, что у нас здесь есть вопросы, сейчас мы скажем, да, да, ну давайте вот, и Яшуа отпустил народ, и разошлись сыновья Израиля, каждый свой удел владения землей, сейчас мы на секундочку с вами остановимся, с вашего разрешения, готовьте вопросы, сейчас я беру тайм-аут полминуты, только вот тут можно, наверное, подчеркнуть, и умер Яшуа, сын Нуна, раба Бога, будучи 110 лет, да, подчеркиваю, 110 лет, потому что считается, что Яшуа умер раньше времени, потому что он был в некотором таком отчаянии, не понимал, как продолжать дальше, и умер раньше Маше, и похоронили его в границах у дела его в темнат Херес, и зачем это повторять? на горе на горе Ефраима и на севере от горы Гааш, да, от горы вулкана, нет в Израиле никаких вулканов, как мы с вами говорили здесь еще раз, подчеркивается таким скрытым образом, что у Яшуа был конфликт с народом в том смысле, что он видел, что происходит, он требовал, чтобы завоевали всю землю, изгнали все народы, этого не происходило, да, и у Яшуа возник конфликт с народом, его не приняли, не приняли его учения, учения без так бы неограниченной любви к земле Израиль не приняли, да, и намек, что гора Гааш, когда похоронили Яшуа, сама земля протестовала, как бы дрожала, было извержение вулкана на духовном уровне, не на реальном, а на духовном уровне, как протест против того, что не было дней траура по Яшуу, его не оплакивали, да, он оказался таким отброшенным в стороне, и вот мы видим, как бы, что это одна из тем, которые сюда очень хорошо вписываются, Яшуа умер, никто не понял, о чем он говорит, да, вот, и потом умерло то поколение, приобщиваясь к отцам своим, те, кто, на кого все-таки Яшуа оказал влияние, его ближайшее окружение умерло, и встало после него поколение другое, которое не знало Бога, и деяния его, совершенных им для Израиля, вот, и стали сыны Израиля делать злое перед отчами Бога, и служили Баалем, и оставили Бога Всесильного, и так далее, останавливаясь, по крайней мере, на какое-то время для вопросов, пожалуйста, я вот вижу вас, задавайте вопросы, если, да, я смотрю пока в чат, да, вижу здесь от уважаемого Ефима отношения Хананиан и Рава, и Рава Кука, я понимаю, что речь идет о движении Канаани, о котором мы с вами говорили, о культурном движении, надо представлять себе, что у нас как-то зашел разговор на одном из занятий, да, о Рав Кук и окружении, нерелигиозное окружение, надо представлять себе, что Рав Кук жил, как бы, очень значительный период своей жизни, жил в Тель-Авиве, в Яфо, среди вот как раз второй Алии, это интеллигенция, это Агнон, это Бялик, это Шленский, который, может быть, несколько позже появился, я сейчас не помню точно, да, то есть это те люди, которые формировали, скажем так, новую израильскую культуру, с Канаани, с Канаани Рав Кук, я не помню, чтобы он как-то соотносился с этим, с этим движением, в этих людях, да, Бренер, да, также, кстати, из ближайшего окружения Рав Кука, ну, нельзя сказать, из ближайшего окружения, один человек, который очень уважал Рав Кука, это Бренер, то есть деятели сионизма, формировавшие новую культуру, в общем-то, непосредственно оторванную от религии. Рав Кук видел в них высоту духа, видел в них людей, которые, которые способны вернуться к Торе и видел в них, именно в них, не, скажем, то, что происходит в современном Израиле, а именно в них видел людей, которые протестуют против, скажем, в них живет, не протестует, в них живет протест против Торы Галута, против узости, которая есть в Торе Галута, непонимание исторических процессов, непонимание новых проблем, которые стоят перед народом, это отношение, скажем, Раф Кука к вот к второй Алие, да, вот как мы сказали сегодня, очень качественный, высоко культурный. Вот к Наане я, честно говоря, не знаю. Вот второй вопрос это поколение Герезим и Валь ну, как мы с вами видели из нашего разговора, это уже не те люди, которые стояли на горе Герезим и Валь, хотя те люди, которые стояли на горе Герезим и Валь, как мы видим, допустили тоже серьезную ошибку, они не передали своему, своим детям в должной степени такое ощущение исхода из Египта и ощущение тех чудес, которые происходили в земле Израиля. Вот, это то, что можно сказать Ефиму, да, по крайней мере, то, что я представляю, если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста. То есть, у Пинхаса не было постоянной такой, как бы, обязанности первосвященника, все-таки? Пинхас очень интересная фигура, которая проходит... Да, да. Разврат, да. Не было у него обязанности первосвященника и остановить разврат, это разные, как бы, разные вещи. Да, Пинхас, Пинхас, Пинхас первосвященник, он сын Элиазара, после того, как Элиазар уходит из жизни, Пинхас занимает место первосвященника. Место первосвященника в обычной ситуации в том, чтобы возвышать народ молитвой, жертвоприношениями, жертвоприношениями, организацией изучения Торы среди еврейского народа через Кагенов, через тех, кто знает Торы, за тем, чтобы следить за ритуальной чистотой в храме, в данном случае в Мишкане, в Шило. Это место первосвященника. Но мы видим, что не всегда так бывает в период восстания Хашманаев. Мы видим, что Матитьягу первосвященник не сразу, может быть далеко, но он видит свою обязанность в том, чтобы восстать против видовопоклонства, против зла, против чужой власти и возглавить восстание, что, в общем-то, не является прямой, скажем, обязанностью священников, первосвященников. Но когда никто это не делает, ни в ком нету духа, ни в том нету понимания, то первосвященник берет на себя такую вот роль, как говорят там, где нет человека, будь человеком. А он берет такую роль, может быть, несколько не свою роль борьбы в восстании и возглавить армию. То же самое происходит и здесь. Мы представляем себе, что, скажем, влияние судей, оно не всегда такое как бы решающее, не всегда очень ощутимое в народе. И происходит такое событие, когда нужно принимать какое-то решение. И вот кто-то должен встать и отреагировать, никто не встает. Тогда встает Пенхаз. Пенхаз говорит, что моральный уровень такого плана во всем народе, такие поступки, они будут влиять на весь народ, если это еще, не дай бог, повторится, то мы покатимся просто куда-то вниз по наклонной плоскости. И он берет, опять же, в месте, где нет человека. Он берет на себя эту роль, объединяет весь народ. У него есть такая возможность, он авторитет и так далее. Он объединяет весь народ, выводит на войну против коленов Бениамина и потом себя обвиняет, что он не нашел других методов, оставляет первосвященство, оставляет любое руководство в народе, уходит, живет в одиночестве. мы с ним еще не один раз встретимся с Пенхасом, который вот как бы подобно ангелу будет врываться в нашу историю и поучать, и говорить, и наставлять, и бороться со злом, и с идолопоклонством. Это то, что можно сказать. Просвященник не обязан, и даже может быть это не совсем его роль, но нет другого авторитета, который может это сделать, может так увидеть вещи, проблему, и организовать весь народ. Спасибо, Равзеев. Пожалуйста, если что-то хочется что-то еще сказать, спросить. Равзеев, добрый вечер еще раз. Если позволите, вот еврейский народ начал получать наказание Всевышнего за то, что они нарушали заповеди, правильно? И поэтому они, в принципе, как-то опомнились. Мы, скажем, мне трудно сориентироваться, что вы спрашиваете. То есть вы спрашиваете об общем характере книги судей, правильно? Ну, вот непосредственно о нашей теме сегодняшней, о том, что мы разбирали о тексте. То есть соответственно, соответственно, что явно проявилось на народе Израиля последствия совершенных грехов, да? Поэтому они, в принципе, как-то и были расположены услышать голос пророческий. Да, 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 безусловно, да. По крайней мере, по крайней мере, та часть народа, которая пришла в Шилло и слышала Пенхаса, они очень хорошо услышали, да, и в какой-то степени, наверное, если это говорится, как бы, о них говорится, как обо всем народе, в какой-то степени, наверное, весь народ услышал и, по крайней мере, понял возникшую проблему. Развеев, и если связать вот к нашей ежедневной жизни, если что-то вот происходит с человеком, с его здоровьем или с его делами, стоит ему, наверное, обратить внимание на то, где он в несоответствии с заповедями поступает. Это отдельный разговор. Мы здесь говорим обо всем народе, о проблемах, которые должны решаться в любом случае, пришел ангел или не пришел ангел, проблемы эти очевидны. Это борьба с идовым поклонством, борьба с чужой культурой в таком плане, в каком она разрушает и развращает. Это как бы проблема очевидна. Если говорить о частной жизни каждого человека, то здесь нужно понимать такой момент, что очень часто или, можно сказать, в 99% случаев плюс еще 9 десятых мы не можем установить связи между тем, что с нами происходит и теми, скажем, теми нарушениями закона, отходом от заповедей, которые мы совершили. Эту связь установить очень и очень трудно. Это можно было бы делать, если бы был пророк. Можно бы пророку посоветоваться, он бы сказал, в чем конкретно проблема. В наше время распространился поэтому общее как бы общее указание, которое есть в Гемаре, если человек видит, что на него в трактате Брахо, что если на него приходит бедствие, пусть он поищет свои поищет в своих делах. Искать в своих делах, кстати, очень тоже трудно, надо быть очень развитым человеком, зависит очень от тебя, как ты, что ты найдешь в своих делах. Например, вот уход от службы в армии в Израиле, отклонение от службы армии по тем или иным причинам, законным или незаконным, это преступление или не преступление. Многие считают, что это достоинство, в то время, как это является преступлением, в том смысле, что человек пренебрегает защитой других евреев, неважно, являются они соблюдающими закон или нет, он не готов участвовать в защите жизни других евреев. Многие увидят эту проблему. Нет, не многие увидят эту проблему. Люди, скажем, в период размежевания солдаты пошли и выбрасывали людей из домов, привели к величайшей, к одной из величайших трагедий и духовной, и в материальном плане, скажем, если так можно сказать, которые были в нашей истории. Кто должен отвечать по закону, должен отвечать тот человек, не который приказал, то есть он сам по себе, тот, который своими руками это делал, который не отказался исполнять приказ. Если он действительно раскаялся, то он должен возместить тот ущерб, который он нанес. Скажите, многие мысли такими категориями сегодня? Нет, немногие. Поэтому говорить о том, что мы нашли связь с тем, что с нами происходит, конкретно в нашей личной жизни, тем, что упало на нашу голову, не дай Бог. Очень-очень трудно, очень трудно. Для этого надо обладать очень развитыми представлениями, уметь не путаться в частностях, видеть вещи глобальные, большие. Поэтому говорится, что раскаяние очень самая трудная заповедь, найти действительно реальные корни проблем. Мы часто большие проблемы скрываем за мелочами и за маленькими делами. Вот мы не так сделаны, тела съедаем, вот еще что-то там, скажем, шнурки, шнурок завязали сначала на правой ноге, а потом на левой ноге, как это положено. Мы не замечаем больших дел, которые мы делаем, об этом есть много высказываний тех же хатистских авторитетов. Иногда люди идут к праведникам, праведники большей части в наше время, как это не прискорбно сказать, являются мнимыми праведниками, они только изображают из себя, что они знают проблему людей. Общий рецепт. Человеку нужно, человек не может найти прямой связи, ему нужно просто постараться стать лучше, подумать о том, что он может исправить свои жизни, постараться исправить какие-то не только мелкие проблемы, но и глобальные проблемы. Для этого надо мыслить глобально, иметь развитое мышление и исправить глобальные проблемы. это то, что он может сделать. Поиск что и за что и почему в нашей жизни он почти, вот точно установить эту связь он почти невозможен. Для этого нужно пророчество и опять же праведники, большая часть которых являются мнимыми, нам в этом деле не помогут. Большое спасибо, Рабзеев, извините за легкий автоп. все нормально, все мы здесь встречаемся для того, чтобы обсуждать все. Так что никаких извинений, наоборот, все вопросы приветствуются и принимаются с радостью. Окей. Что-то хочется еще спросить? нет конкретных вопросов, я только хочу добавить то, что может быть нужно было уже сказать и раньше, может быть и здесь. Вот мы посмотрим с вами еще раз что говорится в нашей главе, единственное мое добавление такое, да, вот, тут говорится так, да, и поставил Бог судей, и они спасали их от рук грабителей, да, или что мы, надо немножко раньше взять, да, и оставили Бога и служили Баалу и Аштартом, и воспылал гнев Бога на Израиль, и передал Он их в руки грабителей, сначала грабителей, да, которые внутри не дают ходить спокойно по дорогам, и они грабили их, и передал их в руки врагов их, уже организованных врагов, окружавших их, и не могли они больше устоять перед врагами своими, да, потому что устоять можно только с помощью Всевышнего, повсюду они выходили, рука Бога была во зло, им это еще один этап, даже там, где можно было устоять своими силами, допустим, против небольшого врага, и там ничего не получалось, потому что уже было чудо наоборот, к великому сожалению, когда Всевышний не давал противостоять этим врагам, опять же, это общая картина, нам трудно сказать, о каких конкретных событиях идет речь, как предсказал Бог, и как клялся Бог им, и стало им очень плохо, и поставил Бог судей, да, тут нужно сказать, что такое судья, мы видим, что судья это руководитель народа, который всегда выводит на войну, и решает проблему с врагом, побеждает врага, почему же он называется судьей, да, потому что победа на физическом фронте, она имеет мало значения без победы на фронте духовном, то есть судья это человек, который способен и победить, и вывести народ, объединить народ, и вывести его, и привести народ к раскаянию, потому что без раскаяния не будет победы, и потом искоренять ту проблему, которая накопилась долгие, долгие годы, это называется судить, устанавливать морально-нравственный уровень, вырабатывать правила внутренней жизни, которые, скажем, предполагают связь народа со Всевышним, служение Всевышнему, там, скажем, да, вот, то есть устанавливать внутренний порядок народа судьи, бывали самого разного плана, но это как эта идея понятия судьи, да, судья, это волководец, это руководитель, это тот, кто объединяет одно колено или все колено вместе, выводит их на войну, но это и тот человек, который должен возвысить моральный и нравственный уровень, без этого ничего не получается, это смысл судьи, да, и когда поставил он бог судей, то бог был судьей и спасал их от рук врагов их, доколе был жив судья, ибо желал бог, ибо жалел их бог и застонов их, и отогнетавших и притеснявших их, да, были длительные периоды, когда были судьи, 40 лет было, когда были судьи, да, но мы видим, что народ не выдерживает без руководства вот этого вот, скажем, ожидания того, что сами собой возникнут структуры и, скажем, которые будут поддерживать служение Всевышнему и морально-нравственные уровни в отношениях между людьми, они, эти структуры не возникают, сами по себе всегда нужен руководитель, всегда нужна встряска, всегда нужен всплеск какой-то, да, вот какой-то духовный подъем само по себе, и когда народ оказывается оставленным сам по себе, внутри не возникают вот эти силы, которые могли бы его сформировать и удержать на высоком уровне, вот, и вот, но здесь мы остановимся, просто вот последнее, чтобы испытывать ими Израиль, мы сказали проблематичность этого, что значит испытывать Израиль, попытались примерно объяснить, да, ужаснется ли народ когда-нибудь тому, с кем он рядом живет и с кем он имеет дело, так, хорошо, ладно, я на этой ноте останавливаюсь тогда, да, на том, что мы обсудили с вами понятие судей. Какова процедура назначения судей? Процедура назначения судей, мы видим, Бог выбирает судей, Всевышний выбирает судей, то есть, он возникает, как бы, да, никакой процедуры нету, появляется человек, который способен объединить народ, но мы поговорим на каком основании, то есть, какова его самого база, да, то ли он мудрец Торы, то ли он пророк, да, посмотрим, как это происходит, но никакой процедуры назначения судей нету, да, ну, это как бы человек из, человек из народа, будь то мудрец Торы или простой человек, человек из народа, который способен решить не только проблему, не только на физическом уровне, но и на духовном уровне. Окей, хорошо. Ладно, значит, вот я останавливаю Шер, я вижу вас всех, так, чтобы с вами попрощаться. До следующего сезона. Спасибо, Равзи. Очень интересно все было. Спасибо, спасибо. Надеюсь, что в следующий раз тоже мы сделаем интересно. Дай Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова